Ваттодошу 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 И это, в общем, мы должны выкинуть слово масло, на мой взгляд, из этого благосостояния, и сказать, что это лекарство. Абсолютно. Володь нас поддерживает активно, я думаю, что это большой любитель масла ГИ. В том числе. Да, тем более, что в этот период пища должна быть более влажной, мысленистой и тёплой, как мы уже сказали. И мёд тоже. Тоже правда. Мёд и масло ГИ. Ну, надо не очень увлекаться, особенно людям с конституцией капха. Это надо понимать тоже, потому что самое, как говорят специалисты ведического знания, нам всегда нужно знать свою прокрити и истинную конституцию по рождению векрити, ту конституцию, которую мы имеем сейчас на каждый конкретный момент, свой знак по джойтишу, по ведической астрологии и свою звезду Накшатру. И эти знания, они дают нам очень большие знания в жизни. Но, возвращаясь к питанию, также мы ещё рекомендуем разогревающие чаи. Такие чаи, как чай с индийским базильком Тулси. А сейчас этот продукт, вроде он звучит так немножко экзотически, но он везде доступен, во многих grocery stores, во многих магазинах, я думаю, в России тоже люди, сейчас очень популярная рведа, среди моих русских друзей, сейчас очень все стараются тоже следовать традициям здорового питания, поэтому это уже не становится экзотикой, можно и как и в сухом виде купить базилик, делать чай. Ещё я бы могла, хотел бы рекомендовать один рецепт, у меня есть такого чая, который способствует регидрации организма. Очень простой рецепт, сейчас у меня тут записи есть, на 4 чашки чистой воды, 2 чайные ложки горькой мяты или свежей мяты, ложка брамия, брамия это такая рведическая трава, которая очень полезна, особенно для женщин, потому что это считается одной из женских трав, и она, наш ум умиротворяет, приводит в баланс, и даёт нам, улучшает память. А по-русски что это за травка? Потому что не все знают, собственно говоря, сленог. Что это не сленог? Она как называется брамия, нет, у неё нет названия русского, она ещё известна под готу колу. Готу колу, она сейчас, мне кажется, это везде сейчас продаётся, по крайней мере, мой последний визит в Россию в июне месяце я видела в аптеках здорового, и в лавках здорового питания она доступна, поэтому это не экзотика совершенно. Также четверть чайной ложки соли, лучше всего использовать гималайскую соль, четверть сока лайма, и пару ложек, можно подпластителя, сахар, сахар сырец, сахар турбинада, коричневый сахар, всё это вскипятить, добавить в воду, 10 минут нужно прокипятить, и вот этот чай употребляется в течение дня. Или ещё есть замечательный чай, который... Настя, давай мы вот эти рецепты все поставим на нашу страницу в Facebook, может быть, даже на веб-сайт, на страницу Facebook SanGate Radio, и все смогут его прочитать и увидеть, и тем более люди будут знать, куда пойти, и где нас лайкать заодно. О, да, обязательно. А почему сахар? Извините, вот я опять тут встрял. А почему сахар? Сахар это же жутко вредно. Почему бы сахар метком не заменить-то? Особенно коричневый сахар, это же вообще яд просто, конкретно. Коричневый сахар. Ну, иногда в небольших количествах, наверное, можно, но в принципе, да, неплохо было бы. Есть ещё такая травка стивия, или экстракты стивии, которые тоже можно добавлять вместо сахара, я с этим согласна. А ещё есть кактусовый сахар, он ещё лучше, он почти как мёд. Я думаю, что здесь, ну, я не совсем согласна, что уж это яд такой, прям совсем. И дело в том, что сладкий вкус в данном рецепте, если мы добавляем, обязательно, если мы добавляем сахар, сахар мы можем совсем в кипяток добавить, а мёд мы должны обязательно остудить. Да, мёд горячее нельзя. Горячее нельзя добавлять, да. Сладкий вкус необходим для того, чтобы нас заземлить, для того, чтобы, да, немножко качество капхи нам придать, чтобы это мы таким способом успокаиваем вату. Поэтому здесь, ну, это уже на чей вкус? У кого-то может быть аллергия, кстати сказать, на мёд, это достаточно частая или непереносимость мёда, поэтому тут некий подсластитель, кому-то, может быть, вообще подсластитель не нужен, если у вас много капхи, то вам, может, подсластитель совсем не нужен, потому что он способствует образованию слизи, да, мукуса в организме. Давай подчеркнём, что просто в каждом случае нужен обязательно индивидуальный подход. Наши рекомендации, они общие, но в каждом отдельном случае нужно подходить просто индивидуально или консультироваться со специалистом, или если вы знаете вашу конституцию, то тогда как бы подвести рецепт больше под свой вкус и свою конституцию и своё здоровье. Я совершенно с этим согласна, потому что аюрведа прежде всего декларирует индивидуальный подход. Есть некие общие рекомендации, которые мы можем следовать, но самое главное, принцип, как в любой медицине, не навредить. Да, поэтому никакого экстремизма не должно быть, да, и мы обязательно должны следовать и желанию, нужно себя прежде всего слышать. Абсолютно, да. Это очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова